Итак, друзья, всем привет! Вы на канале Автоазарт. Я не просто так сейчас собрал здесь охранные комплексы сигнализации от компании Starline. Ни для кого не секрет, что сейчас сезон сигнализации. Сейчас холодно, все хотят себе автозапуск. И я хочу такой небольшой, даже не образовательный, ознакомительный цикл видео, где я бы вам рассказал вообще, что из себя представляют эти сигнализации, какую, для какой машины выбрать. Потому что очень много и в Директ Вадиму обращаются ребят, очень много приходят к нам в магазины и интересуются, вот на какую машину, какую сигнализацию поставить. Вот про это мы с вами сегодня и поговорим. В субботу выйдет похожее видео, но с продукцией Pandora. И я думаю, запишем еще одно про доп. оборудование и оснащение автомобиля именно продвинутым охранным уже комплексом полноценным. Он будет строиться на базе или Starline, или Pandora. Различных замков капота, радиороле и всего остального. Что вообще нужно знать про Starline? Вот с самого начала, да, изначально. Starline это сигнализация, охранный комплекс, модульные конструкции. Что это означает? Что, ну вот по большому счету, вот у меня тут есть представлено А63, извиняюсь, А63 сигнализация, являющаяся самой базой вообще в линейке Starline. И, например, А93 сигнализация, да, которая уже как бы на следующий уровень. Блоки у них одинаковые, они идентичные, они отличаются только своей комплектацией. Вот, например, в А63 и вообще в любом Starline, который начинается с шестерки, это А63, АД64, раньше такие сигнализации были. Сейчас А66, то есть все, что начинается с шестерки, не имеет силового модуля запуска двигателя. То есть на этих сигнализациях автозапуск работать не будет. Эти сигнализации, они диалоговые, они охраняют автомобиль, открывают-закрывают, но дистанционно запустить машину не получится. Входим, пожалуй, к самой популярной системе от компании Starline, это система А93. Она бывает нескольких разновидностей, она бывает эко, что означает, что она с одним брелком бывает, с модулем 2кан 2 лин, о котором я поясню чуть позже, и бывает GSM антенной, которая уже предустановлена в основной блок. Для чего же нужен этот модуль Адвакан 2 лин? В современных машинах, ну как в современных, относительно современных, начиная где-то годов 2002-2004 и новее, вся электроника общается между собой при помощи двух проводков всего лишь. Это очень удобно при построении, при конструировании машины, и очень удобно электронике считывать всю нужную информацию внутри, то есть мозги машины получают по вот этим двум проводкам. Так вот, модуль 2кан 2 лин как раз-таки предназначен для того, чтобы вот эта система к новым машинам легко и просто подсоединялась, вы просто два проводка соединили и все заработало. В старых же машинах, в 63 этаже система, нужно до каждого блока, до каждого концевика, до каждого габаритика проводить свой отдельный провод. Разумеется, это неудобно раз и ненадежно два. А вот в машинах моложе 2002-2004 года, с кан-шиной, берем сигнализацию 2кан 2 лин, и у нас все четко и круто работает. К сожалению, это не означает, что вы можете сами сесть на парковке в Аурию, соединить два проводка, и вас заработает охрана, естественно. Соединить два проводка, вас все замкнет, все сгибнет. Система нужно программировать, ее нужно настраивать, поэтому обращайтесь только в сертифицированные установочные центры. Модуль GGSM в сигнализации нужен для того, чтобы при помощи телефона управлять своей машиной из любой точки мира, где бы вы ни находились, это безумно удобно. Особенно, когда машина стоит на подземном паркинге где-нибудь, вы пошли в торговый центр развлекаться, хотите машину заранее завести, брелок, разумеется, не ловит, с телефоном ловит, без проблем. Еще один пример, который мне очень нравится, это, например, у нас бывают разные ситуации в жизни. Бросили машину на парковке, на 5 минут буквально побежали, там куда-то нужно заскочить, выйти. Ваша машина начинает грузить на эвакуатор. Брелок не берет, а вот на телефон уведомление придет. Вы придете к эвакуаторщику, машину уже не загрузят, и вы, считайте, за один раз уже отбили штрафстоянку, потому что штрафстоянка – это минимум там полдня геморроя. Расскажи на своем примере, когда вы улетели в Екатеринбурге, ты не отключил усилители, и по просаду напряжения у тебя машина заводила? О, кстати, примеры из моей жизни, сейчас мне Вадим подсказал. Я автозвукер. И так получилось, что я забыл отключить усилители, а мы с Вадимом улетели в Екатеринбург по важным делам. Отдыхали там, соревнования проводились. И мне смс-ка пришла на телефон, что аккумулятор разряжен, типа я такой сначала не понял, что за фигня. Зашел в приложение, посмотрел действительно напряжение на аккумуляторе 11.5, надо что-то делать. Завел машину, и по итогу аккумулятор у меня не сел. Я ее там периодически раз в день заводил, и она дождалась меня. Я приехал, обнаружил, что у меня все усилители в системе, они все включены, и высаживают аккумулятор. Ну вот вам, пожалуйста, примеры жизни, когда это мне очень сильно помогло. А так бы прилетел, обнаружил бы машину с мертвым вакуумом, еще бы вакуум новый пришлось покупать. Короче, лишние нервотрепки, зачем все это нужно? Но не зря 93-я система предыдущего поколения, а системы нового поколения это 96-е. Конкретно у меня сейчас в руках Е96, но также в шестом поколении есть система С96, о которой мы тоже поговорим. А96, Б96 очень интересная, и АС96. Что же принципиально нового добавилось в сигнализации шестого поколения? Теперь подключение этих сигнализаций стало более вариативным. Все каналы, которые имеются, они настраиваются. Причем можно при помощи этой настройки делать всякие разные прикольные штуки. Например, вежливая подсветка. У вас в машине ее нету. При помощи системы шестого поколения можно реализовать, что вы выходите из машины, а свет еще горит в течение 30-40 секунд. Очень удобно для тех, кто в частном доме, например, живет. Или, например, поднятие стекол сделать. Тоже вот в третьем поколении нужно дополнительные блоки покупать. А в шестом сигнализация это может реализовать при помощи своих собственных каналов. Это очень удобно. Плюсом поменялась частота работы брелка, что увеличивает его дальность, увеличивает его срок жизни и, в принципе, повышает стабильность приема. Плюс более умные алгоритмы работы с автомобилем и подключение вебасты. Тоже очень удобно. Если у вас предпусковой подогреватель установлен, ну вот, берете сигнализацию, подключаете, все будет прекрасно работать. Самые интересные, пожалуй, в шестом поколении, вернее, не так, не то, что интересные, самые массовые, популярные, это система Е96 и С96. С96 две метки в комплекте. И за 10700 мы получаем и Канлин шину, и GSM управление. То есть это, считайте, самая доступная система с управлением на телефоне. Вообще, просто супер аппарат, практически на любую машину ставится без проблем. В любом году, в любой, в любая система, в любая машина поставили, забыли. Е96 это то же самое, также есть Bluetooth на борту, в S96 тоже он есть. Но вместо GSM сюда компания положила самый дальнобойный брелок в своем поколении, именно вот такой черненький от Е-систем. Дальность реально просто сумасшедшая. А из 96 принципиально отличий не сильно много, поэтому не будем на ней долго останавливаться. Но я бы очень сильно хотел остановиться на флагманской модели B96. За свою цену 28600 рублей. Вот все разработки, все, что есть у Starline на данный момент, вот находится вот в этой коробке. Нереально крутая вещь для защиты, надежной защиты любого автомобиля. Вообще абсолютно не важно, какого он года выпуска. В комплекте присутствует и 2-кан 2-линк шина, и GPS, и GSM антенна. Про GSM мы говорили, а вот GPS, что это такое? GPS нужен, чтобы четко позиционировать нахождение машины. Вы можете посмотреть трек, где вы передвигались, ну или не вы, например. Скорость, с которой машина ездила, а также определять местоположение машины с точностью до 1 метра. Кому-то это нужно. Также здесь еще есть радиореле. Кодовое радиореле, как оно называется. Что это такое, для чего это нужно? Сейчас я вам покажу. Это вот такая вот штучка. Конкретно здесь R4. Есть еще R6 отдельно продается. Вот эта штучка прячется в подкапотное пространство и размыкает какую-нибудь жизненно важную цепь для работы автомобиля. Например, тот же бензонасос. Представим, угонщик пытается завести машину, она у него глохнет. Потому что вот эта вот штучка препятствует вот такому быстрому угону автомобиля с наскока, да, как мы говорим у себя. Работает она в паре вот с такими вот меточками. Компактными меточками. Она есть у владельца. Если кто-то подошел к машине, например, даже с ключом от этой машины, но вот без вот этой меточки, релюшка не замкнется и машина никуда не уедет. Нереально удобно и нереально безопасно. В третьем видео, как и обещал, мы с вами об этом поговорим уже, наверное, на следующей неделе. Про то, как стоит грамотно защитить автомобиль. Любой абсолютно. Подводя небольшой итог сегодняшнего, вот этой всей сегодняшней информации обширной. Какую же систему выбрать на свой автомобиль? Смотри, здесь все просто. Самое базовое, просто защитить машину без функции автозапуска, это система, начинающаяся на 6. А63, А64, А66, Д64, вот начинается на 6. Нету силового модуля запуска. Подходит практически ко всем автомобилям, но так сильно нецелесообразно ставить на машины свежее 2002 года. Есть система А93. Неустаревающая классика, можно так ее пока что назвать. На какие машины можно ставить? Да практически на все, но я бы рекомендовал использовать ее до 2006-2008 года. Дальше на машины свежее я бы рекомендовал присмотреться именно к шестому поколению. Потому что больше функционал, больше возможностей, плюс другая радиочастота. В общем, просто изрядно улучшенная система, которая была раньше. Я что-то не тот сказал, да? А, сделал-то написал? А так мы работаем, мемасы смотрим. Я все правильно сказал, это Вадим мимо смотрит сидит. И больше возможностей для защиты. Вот, например, тоже радиорулей R6 к системам 100 поколение очень легко привязывается. Одну секунду. Системам третьего поколения нет. И для машин свежих, скажем, 15-й год и моложе для машин. И стопа угона. Это Hyundai, Kia, Toyota практически все. Я бы рекомендовал именно системы B96, как самые флагманские, как самые передовые. С радиорулей, о котором я сейчас рассказывал буквально 3 минуты назад. Чтобы машину надежно защитить от возможностей возбуждения. Также здесь у меня на столе стоят маячки. Тоже пару слов о них расскажу. Есть и маяк М15. Это закладка. Не та закладка, о которой вы подумали. Вот эта штучка. Достаточно маленький блок. Прячется где-нибудь в машину, в запаску, например. И раз, скажем, в 2 недели это программируется. Передает свои координаты. Очень удобно. Даже если машину вашу угнали уже, то при помощи этой штуки вы всегда сможете ее найти. М17 же работает немножко по-другому. Он всегда на связи с вами. Можно даже сигнализацию не ставить. Поставить один М17 и видеть, где ваша машина находится. К сожалению, управлять вы ей не сможете. Большинство считает, что сигнализация это функция комфорта. Подразумевает под комфортом функцию автозапуска. Ну, как мы тут сейчас сидели и заметили, что комфорт это не только завести машину утром. Комфорт это в принципе поехать на своей машине на работу. Потому что сигнализация в первую очередь призвана защитить вашу машину, чтобы ее никто не угнал. Элементарно, да, банально. Поэтому подбирая сигнализации к автомобилю, вот это вот очень важный момент не сэкономить. У нас машины стоят там 500-800 тысяч, миллион, да. И человек приходит и вот небо подешевле, поэкономичнее, там что-нибудь тысяч за 10, там берет какие-то другие охранные комплексы. Ну, не стоит так делать на самом деле. Машина стоит в разы дороже, чем установка. Один раз, причем. Не говорят же, что надо там каждый год там новую систему ставить. Нет, один раз поставите хороший надежный комплекс. Все забудете о проблемах с охраной вообще навсегда. Только следующий владелец уже там лет через 10, там может что-нибудь современнее выйдет. И только он уже задумается о апгрейде своей охранной системы. Вот такое вот видео, друзья, получилось. Я постарался максимально просто рассказать, помочь вам выбрать сигнализацию для себя. В субботу выйдет такое же видео про Пандоры. И на следующей неделе мы с вами поговорим о том, как правильно все-таки защитить свой автомобиль от угона. Поэтому всем спасибо.